Ну что, мои хорошие, настал день Х, я получила ключи и сегодня покажу вам мою квартиру. Я безумно рада, если честно, покупке, но уже у меня нету такого, знаете, странного поведения, странного настроения, как было два дня назад, в день, когда я это все дело оформляла. Плюс еще, кстати, завтра у нас будет Лейпей, придет двоюродный брат, жена двоюродного брата. Я решила, что гостей я буду принимать по отдельности, потому что мои знакомые, они как бы не особо общаются, так можно сказать. Например, Шелли, она такой человек, с ней надо отмечать отдельно, с винишком, закуской, там лежа где-то на диване. Поэтому я думаю, что со всеми отдельно я буду отмечать и завтра как раз-таки это будет двоюродный брат, жена двоюродного брата. Как раз съездим, я покажу квартиру, потом приедем уже сюда и здесь будем отмечать, потому что, несмотря на то, что квартира с ремонтом, все-таки там нужно хорошенько убраться. А чтобы там убраться, там нужно поставить счетчик на воду. Там есть некие моменты, такие вроде бы не сильно расходные, но это нужно все сделать. Плюс там очень грязно, там нужно помыть полы. А отметить хочется все-таки с настроением, настроением покупки. Не то, что ты уже как-то смирилась, что ты уже купила квартиру, а знаете, с таким радостным настроением, с этой эйфорией хочется это все отметить. Поэтому я быстренько собираюсь. Мы с мамой хотели взять еще и твиксика с собой, чтобы первым пустить его в квартиру. Но потом я подумала, там лоточка нету, поэтому мы идем без него. А еще я была в шоке, прикиньте, квартира номер, мое любимое число. Но, представляете, квартира номера моего любимого числа. Я даже не знала, представляете, не знала, чисто случайно купила. Добро пожаловать в мою хатку, в мою квартирку. Так, закрываем дверцу. И добро пожаловать. Так, вот такая вот у меня дверь. Конечно, не супер, нужно отмыть. Вообще, в этой квартире много чего нужно отмыть. Здесь не жили, как вы видите, пол тоже грязный, то есть работа предстоит вагон. Как только мы зашли, мы выпадаем в такую узкую прихожую. Здесь обои имеются, но мы их будем менять, потому что кое-где они изрядно отклеились. Потолок у нас ламбир. И обязательно нужно поменять лампочки в спотах. Здесь мусор, его тоже нужно убрать, пол помыть. Естественно, не обращайте внимания на такие моменты. В общем, здесь обои отклеились, как вы видите. Кусочки обоев есть, но я все-таки думаю, что будем либо переклеивать, либо красить стены. Дальше. Это я вам снимаю все до, потом мы здесь уберемся и покажу после. Такая у меня ванная, совмещенная с туалетом. Здесь, опять же, нужно немножко проделать работы. Есть моменты сантехникой, которые тоже нужно решить. Дверь обычная, вот такая вот. Самая неприглядная, так скажем. И здесь две комнаты. Одна из которых кухня, другая спальня. Двери тоже неплохие, по мне пойдет. Конечно, я бы хотела белые, светлые двери. Но это тоже терпимо. Двери менять я не буду. Кухня. Больше всего мне в квартире понравилась просторнейшая кухня. Посмотрите, какая огромная кухня у меня. Здесь уже приклеили фартук. Но я, если честно, хочу делать кухню не так. Мы планируем вот эту часть фартука отклеить. Наверное, все придется отклеить. И вот здесь будет фартук. И вот так. То есть кухня будет вот так вот. Пространства здесь достаточно. Поэтому я думаю, что можно даже такую большую кухню замутить. Это мамочка. Блин, вот так угораль. Мамочка зашла сюда и такая говорит. Офигенная хата, Айка. Мы даже не посмотрели. Вот что говорится судьба. Вот реально. Мы просто посмотрели, спустились вниз. Потом риелтор позвонил хозяину квартиры и сказал, что если ты дашь за эту стоимость, а не возьму. Там просто хотели проверить. Он продаст чуть подешевле или нет. И он сказал, что берите. Я спускаюсь вниз, поедем оформлять. Что касается пола, я считаю, что отличный пол. Просто он грязный. Надо его помыть. И все. А мама говорит, надо пройтись лаком. Один раз пройдемся. Один раз пройдемся, говорит мама. Плинтуса, кстати, тоже можно поменять. Они как-то не особо приятно смотрятся. Но обои точно будем менять. Это здесь прям не вопрос. То есть обязательно. Здесь есть такой вот уголок. Кстати, мне кажется, этот уголок реально под телевизор. И телевизор здесь. Здесь стол. Такой большой, круглый, со стульями. А вот в этой части будет кухня. Идеально. Когда квадраты позволяют, много чего можно придумать. Поэтому я не брала студию. Там где-то 25 квадратов. А, ну вот как раз. Как раз. Все продумали. Балкончик мой, родненький. Тоже вам показать надо. Из плюсов. Здесь прям до потолка кафель. Ломбир. Споты. Застекленный балкончик. Это, конечно, круто. Из минусов. Здесь сломался кафель. И мне кажется, очень проблематично будет найти такого же цвета. Такой же текстуры. Это, конечно, минус. Ну, что поделать. Столько плюсов не бывает, как говорится. Окна у меня смотрят во двор. Не знаю, плюс это или минус. Наверное, скорее для меня минус. Ну, да ладно. И главная, основная комната. Да-да-да-да. Сюда знаешь? Что? Узкую прихожую можно сделать. Мама говорит, в принципе, сюда можно узкую прихожую. Вот так вот вешенки стоят, а которые вешенки вот так вешают. Да, можно, я тоже думаю. Надо сантиметров 30-40. Ну да, там пройти можно будет. Да, вот такую. Мы уже присмотрели. В прошлом влоге я вам показывала одну из прихож, которая мне понравилась. Но мне кажется, тогда надо встроенную прихожую сюда, чтобы она туда-сюда не моталась. То есть уже к стене, чтобы ее сделать. Да, под заказ надо что-то такое. И основная комната. Посмотрите на этот лестер. Я вот про него вам говорила. Хозяин квартиры этот диван оставил мне. Хотя, если честно, мне особо он не нужен. Здесь будет спальня. Вот по сравнению с этим диваном можно понять габариты этой комнаты. Здесь у нас окно, которое смотрит на балкон. И вот такие обои. Разветки не пожалею. Я смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 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 десять, одиннадцать. Одиннадцать розеток в одной комнате. В одной комнате одиннадцать розеток. Вот мама говорит, что обои надо поменять, потому что кое-где есть такие малейшие пятна. Но мне кажется, нормально. То есть просто отмыть кое-что. Если не отмоется, мне кажется, придется поменять. Стыки здесь неплохо приклеены обои. Мне кажется, даже не стоит трогать. Мама говорит, вообще, по идее, надо и потолок побелить. Надо было прийти с сантиметром и измерить высоту потолков. Мы вообще так купили эту квартиру. Просто, знаете, как будто это судьба. И номер квартиры, кстати, мое любимое число. Я даже не знала, после оформления я увидела этот момент. Это было безумно приятно. Вот это, естественно, мы будем выбрасывать. Вот этот мусор весь тоже. Я все это дело буду вам снимать и показывать, что мы здесь делаем, как что продвигается. Сижу-сижу в своей хатке, а это мои ключи. Ключи от моей квартиры, ребята. Какая я счастливая. Ну все, наконец-то мне удалось вам показать. Вроде бы, казалось, прошло всего три дня. У меня такое ощущение, что прошла вечность. Да и вообще, я после этой ситуации начала верить в судьбу, что это просто суждено было купить эту квартиру. Потому что мы с мамой смотрели очень много разных вариантов. И каждый раз к чему-то придирались и понимали, что нет, это не вариант. Был один вариант, который находился рядом с базаром, например. Я маме сразу сказала, что в короткой юбке рядом с этим базаром я пройти точно не смогу. То есть я хотела именно такую область с Баку, где более-менее цивилизованные люди. И можно одевать все, что ты хочешь. Но тебя как-то так косо не будет никто смотреть. Вот. А здесь, вы знаете, как получилось? Даже хочется вам немножко рассказать. Так получилось, что мы спустились вниз. И мама такая говорит, если чуток бы спустил, можно было взять. И мне кажется, мама это сказала чисто просто на пон. Да, вот ступит он еще или нет. И риэлтор сказал, ну я как бы, говорит, ничего не решаю, давайте позвоним хозяину квартиры. Получается, мы посмотрели уже квартиру, спустились вниз. И он говорит, давайте позвоним ему и уточним. И он позвонил ему и сказал, что, говорит, они хотят чуть-чуть подешевле. Там тысячу монат. Тысячу монат это сколько делает в рублях? Ну я вам напишу, короче, здесь сколько это делает. В общем, и как только он позвонил владельцу, владелец как бы наверху, а мы спустились вниз и просто обсуждаем это все с риэлтором. И он позвонил, и хозяин квартиры сразу такой говорит, на счастье, или как по-русски сказать. Он просто на азербайджанском это сказал. Ну в общем, я продана, типа, да, берите, я согласен. Видно было, что и он хочет продать, и он такой от чистого сердца продает. То есть не то, что иногда бывает сложная жизненная ситуация, человек вынужден продавать, а по сути он продавать не хочет, например, не хочет прощаться со своей квартирой. И это чувствуется, я бы не хотела такую квартиру. А здесь мужчина прям с чистой совестью, прям, знаете, с чистой душой. И он говорит, ты тоже мне завтра, внучка еще одна. Говорит, обязательно позови меня на свадьбу. Я говорю, на свадьбу еще, эй, как до Китая раком. Говорит, лучше я сделаю ремонт, и как только закончу с ремонтом, мы там накроем стол туда-сюда и позовем вас. Он говорит, я с удовольствием. В общем, очень хорошо расстались, очень хороший человек, еще раз миллион раз могу это сказать. Мне, я считаю, крупно повезло, я очень рада. И хочу сказать вам, если у вас есть какие-то мечты, желания, не бойтесь этого. Когда я впервые маме сказала о том, что я хочу приобрести недвижимость, мама так повернулась ко мне и говорит, ты с ума сошла? Откуда у тебя такие деньги? Ты вообще знаешь, сколько квартир стоит, помнишь? Копи на свадьбу, мама сказала. Но я сказала, нет, я куплю, я куплю. Это было, наверное, полтора года назад. А сейчас мама мне говорит, прикинь, ты купила. Нифига себе, ты купила. Поэтому не переставайте верить и идти к своим целям. Всех люблю, целую.